итак вот мы собрали все ссылки на фотографии у нас получился список до товаров артикулы и ссылки на фотографии на какие-то товары вот например бак расширительный 12 19 5 литра 80 одна и та же фотография одно и то же наименование соответственно нам нужно скачать только одну фотографию это первое то есть мы избавимся от дублей второе фотографии имеет расширение вот . jpeg слэш а ридж . jpeg slash 13 очки вот это png эти jpeg png тут есть еще файл вот в.п. в общем все разномастное название все разные нам все нужно это привести к единому единому виду вот такому то есть имя артикула . jpeg что мы сделаем мы сейчас все ссылки на фотографии возьмем и положим их во первых избавимся от дублей да сейчас фикс копируем на новый лист я тут его назвал скачать удалим дубликаты стал cb отлично от дубликатов мы избавились сколько у нас осталось фотографии ну вот 229 фотографии нам нужно скачать и привести к единому формату и так а следующим шагом нам нужно прогнать все эти фотографии через скрипт через вот этот скрипт который скачает все фотографии и сконвертирует их в jpeg для этого этому скрипту мы должны подсунуть файлик download images в котором мы в первом столбце указываем название файла название будущей фотографии а во втором ссылку давайте скопить и вставим наш полик все отлично 229 фотографии разномастных и сейчас мы все приведем к единому знаменателю все запускаем скрипт пошел что делать скрипт скрипт скачет в файлы папку images и тут же конвертирует их jpeg как видите табличку сделаем эти пишут ошибка открытия файла это значит что какие-то файлы скрипт победить не смог мы с ними разберемся потом вручную как правило то не более там десяти процентов от всего количество файлов уж 20 фотографий из 200 мы вручную обработаем ну вот это конечно уже какая-то ошибка посерьезнее ладно будем с ней разбираться позже что он означает давайте разберемся в каком-то произошло моменте на 146 вот этот что ты мне понравился ноги ничего страшного мы это попозже скачаем так давайте лишнее то что он уже скачал сейчас уберем все пропускаем там дальше скачивает изображение 137 140 143 дальше собирает и следующим шагом мы будем приводить все фотографии к единому виду да эти у нас горизонтальные эти наоборот вертикальные то есть нужно добавить тут слева справа вот чтобы все выглядело красивенько дать кстати новые имена файлов до фотографии мы перенесем вот в эту таблицу создадим новый толпец столбец мы имидж и в нем просто им новое название фотографии как мы это сделаем во первых здесь соединим до цели наш артикул и новое расширение файла новое название файла все вот мы получили такой столбец такую табличку в первом столбце у нас название изображения во втором старое название изображение новое название изображение и вот здесь мы перенесем сюда через функцию вбр все вот эти фотографии перенесем все что у нас там во втором столбце все отлично что у нас получается да вот у товара с артикулом ай три ноля четыреста тридцать фотография с названием ай три ноля четыреста тридцать точка джипег у товара с названием с артикулом ай 0 0 2 450 та же самая фотография то есть все цель у нас достигнута то есть у нас у каждого товара свое название изображение все для импорта у нас все готово то есть все что нам осталось это давайте сразу же ставим как значение для импорта у нас все готово осталось нам только обработать фотографии привести их единому виду и загрузить на сайт давайте этим займемся так как делается обработка фотографии обработка фотографии делается вся вот вручную да такая-то большая рутинная работа но кроме как глазками и и как другого не сделать и вот я прямо так иду по изображениям и примерно понимаю что мне нужно сделать например ну вот здесь нужно убрать водяные знаки я пока просто сюда закидываю и все дальше смотрим что еще а тут фон уж слишком не белый да давайте я сразу буду показывать ну тут принципе все просто как-то я выбираю shift backspace заполнить с учетом содержимого все и можно даже сразу же ну кропировать в соотношении один к одному сделать все control shift с control shift аль с да ну и увеличим немножко фотографии до 600 также формате jpeg сохраняем в эту же папку он скажет что по такую же есть мы говорим ничего страшного заменим пожалуйста все это то же самое здесь так будет более более симпатично даже можно по горизонтальному поставить да фотографиям маленького размера это плохо ну что поделать что имеем тайме но это вообще 200 я просто даже не представляю как с этим двумя ложечки мои давайте с такими фотографиями есть еще один лайфхак да есть такой сервис римов дот биджи типа удалить бэкграунд удалить фон и вот он те аккуратненькие фотографии к нам скачивает давайте откроем фотошопе она это кодородного размера и сохраним нашу папочку тоже увеличим размер да это будет размывчатая расплывчатое изображение но что поделать все сохранили ok идем дальше тут тоже фон стоит убрать также закидываем сервис примов скачиваем куда-нибудь открываем фотошопе можем даже поля немножко добавить и сделать мне такой наклон больше нравится центруем и так же сохраняем в нашу папку с фотографиями так но что еще показать принципе ну вот еще можно убрать какая-то не красота здесь до фотографии конечно просто ужасно но что поделать делаем работаем с тем что есть если для первоначальной загрузки а чуть позже мы обязательно запросим поставщика нормальной хорошей фотографии дальше теперь нам нужно всех привести к квадратному размеру иногда я этого автоматизирую иногда делаю вручную все-таки какими-то средствами смотрим по времени я покажу как я делаю это вручную чтобы вы понимали то есть я прямо выбираю вид таблица и прошу показать на не разрешение давайте отфильтруем по разрешению вот и кстати выберем все фотографии которые мы хотим обработать все фотографии выделенные я просто их перекидываю photoshop и сейчас они будут открываться а мы их с вами будем обрабатывать я на нескольких фотографиях покажу как я обрабатываю остальные я просто ускорю видео и посмотрим сколько это у нас как раз займет времени вот времен там 12 часов 7 минут и 72 фотографии я думаю мы вообще там даже быстрее чем полчаса управимся так окей все есть я работаю с горячими клавишами то есть я вот здесь на панели мышкой стараюсь не выбирать если мне нужно сделать crop я нажимаю c и удерживая alt или мышку я вот так вот увеличиваю все есть control shift с control shift alt с простите да и вот здесь 1200 это уже лишь крышка можно там 900 оставить все сохраняем control w стрелочка вправо нет все вниз не не сохранять то есть мы копия тут тоже очень много 900 возможно есть еще более там быстрые клавиши вот это тут вообще даже ничего да не нужно если размер смотреть просто бывает фотографии реально там по 5 мегабайт какие-нибудь но даже вообще 6 нельзя такой большой объем загружать на сайт он просто будет вечность загружаться ну все окей я просто ставлю на запись экран и продолжить делать видео я сейчас уже ускорим как раз как раз Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok